Добрый день. Маленькая доработка индикатора коротко замкнутых витков. Схема индикатора коротко замкнутых витков, одна из простых схем, которая реально работает. Принцип работы индикатора коротко замкнутых витков. На транзисторе Т1 собран ВЧ-генератор, передатчик. На транзисторе Т2 собран приемник. Дроссели размещены таким образом, что практически не влияют друг на друга. Детектор индикации и собран на транзисторах Т3 и Т5. Если над дросселями разместить обмотку с короткозамкнутым витком, в приемнике наведется ЭДС с передатчика. Детектор сработает и загорится красный светодиод. После использования индикатора короткозамкнутых витков решил изменить чувствительность в большую сторону. Не скажу, что плохая чувствительность у индикатора короткозамкнутых витков, но экспериментировать нам никто не запрещает. Частота генератора передатчика до переделки около 25 кГц. Показываю проверку якоря эстатора до переделки индикатора короткозамкнутых витков. Использовал дросселя, которые были уже установлены в плате. Может изначально я неправильно понимаю работу индикатора короткозамкнутых витков, но в приемнике желательно поставить дроссель с большей индуктивностью для увеличения чувствительности, а в передатчик дроссель с меньшей индуктивностью будет более сильный импульс, увеличится частота генерации. Это мое мнение и оно может быть ошибочным. Посмотрим на результат после замены дросселей местами, вернуться обратно к первоначальной схеме нам ничто не запрещает, пробуем. На схеме индикатора короткозамкнутых витков показал изменения красным цветом. Первая доработка. На плате меняем местами дросселя L1 и L2, проверяем как изменилась чувствительность. Вторая доработка. Добавляем резистор 20-50 кОм между базой и эмитером транзистора Т4, если светодиоды плавно переключаются. То есть остается подсветка одного из светодиодов. Частота в очи генератора. Передатчика до переделки была около 25 кГц. После переделки на первой плате индикаторе короткозамкнутых витков частота генерации около 75 кГц. На второй плате частота генерации около 58 кГц. Собирал первую и вторую плату из деталей, которые были у меня в наличии, поэтому разница в частоте генерации передатчика на двух платах, так как у примененных транзисторов разный коэффициент усиления. Схема очень некритична к используемым деталям. Использовал покупные дроссели с индуктивностью как указано в схеме. Чувствительность индикатора короткозамкнутых витков увеличилась в раза два, из минусов при проверке больших якорей и статоров более точно нужно отстраивать индикатор короткозамкнутых витков к металлу, настройка индикатора короткозамкнутых витков не поменялась. Кратко о настройке индикатора короткозамкнутых витков для проверки якоря и статора. Для проверки якоря настраиваем свечение зеленого светодиода сразу после затухания красного светодиода. Можно загрубить настройку на четверть оборота резистора. Для проверки статора настраиваем свечение красного светодиода сразу после затухания зеленого светодиода. Можно загрубить настройку на треть оборота резистора. Чувствительность индикатора коротко замкнутых витков увеличилась, насколько влияет увеличение частоты генератора, не проверял. Увеличив емкость конденсатора к 1, можно уменьшить частоту генерации обратно, если это важно. Как работает индикатор коротко замкнутых витков до переделки показано в начале ролика, после переделки и настройка индикатора коротко замкнутых витков далее в ролике. Учитывая, что две платы работают на разной частоте, различий в работе этих плат не заметил. Напишите свое мнение о доработке индикатора коротко замкнутых витков. Спасибо за просмотр. Оцените мой труд, поставив лайк и подписавшись на канал. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...